Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешев. Сегодня у меня в гостях легендарный человек. Человек-полярник, политик, человек, который до сих пор бывает на Северном полюсе. Человек, который один из четырех в стране, вот дает сразу двумя высокими наградами. Герой Советского Союза и герой России. Артур Черенгаров у нас в студии. Артур Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Артур Николаевич, мы, естественно, поговорим и о развитии Арктики, и вспомним о том, как вы организовали полярные станции. Но я хочу все-таки начать с политики, потому что именно политика привела вас больше всего в Красноярск. На выборах в Госдуму по региональной группе «Красноярский край», «Тывай» и «Хакаси» вы возглавили список партии «Одиная Россия». Вот почему вы приняли такое решение? Ну, у меня есть энергетика. Я должен каким-то образом отдавать свои знания, профессиональные знания, работая в Государственной Думе. Я 17 лет был депутатом от Северного региона. И многие законопроекты, которые сегодня работают и которые требуют поправок, они находятся еще в Государственной Думе. В первую очередь, это законопроект, касающийся Арктической зоны, что очень важно, в том числе и для Красноярского края. Вы четыре раза избирались в Государственную Думу. Вы работали в Совете Федерации. А как вы вообще в политику пошли? В политику я пошел в 90-е годы, когда я понял, что надо в парламенте защищать интересы северян. Я все время, всю жизнь защищаю интересы северян. Я президент Ассоциации Полярников, и социальные вопросы в основном там решаются. И все законопроекты, которые были, компенсации, гарантии для лиц работающих на Крайнем Севере, жилищные субсидии, знаковые законопроекты, в которых исток стоял я. Потому что я считал, что тот момент, когда надо иметь в законодательном органе человека, который будет защищать интересы. И не только людей, живущих, но и коренных малочисленных народов. Я комитет по Северу, который я координировал работу вместе с Валентиной Пивненко многие годы. Поэтому это уже настрой души. Можно и было сейчас никуда не ехать. Значит, я уже серьезный человек, уже, и у меня все нормально. Но компас не останавливается. Понимаете, он все-таки все равно тащит на север. А как вообще попали в профессию? Ну, я Ленинградец. Я родился в Ленинграде. Я блокадник, я всю блокаду пережил в Ленинграде. И в Ленинграде все мечтали, мальчики, ребята молодые, быть моряками-полярниками. Сейчас об этом не мечтают. Вот сейчас задача такова, чтобы все эти, тоже многие мечтали быть полярниками, во всяком случае. Но моряками еще мечтают, а быть полярниками. С учетом того интенсивного развития Крайнего Севера, который, в том числе, и Несейского Крайнего Севера. Ну, и я поступил в училище, поступал в морское, в Макаровку, имени адмирал Макаров. Там был арктический факультет. Вот на этом факультете я его закончил. У меня жизнь уже другая. Закончив арктический факультет, я не мог поехать в Сочи. И на Черное море, куда где-то, где есть моря и океаны. Я должен ехать бы в Арктику. Я поехал в Арктику, недалеко от вас. Я работал в ТИКСе, ледовой разведке, научно-исследовательской обсерватории. Занимался Хаттонским морским портом, ледовым причалом. Там родилась идея, в Хаттонском морском порту. Летал на ледовую разведку, садился и на Кассисты, и... И бывал я и на Голомянном, и Гарка, Дудинка. Ну, в общем, везде я был. Везде был. Это полярная авиация. Ее самый такой активный период ее жизни. И все равно меня тащит на север. Все равно тащит на общественную работу. И хотя она не так проста, но в любом случае я считаю, что мудрость и опыт, которые есть, он поможет в выполнении тех задач, которые мне будет поручить. Но в любом случае сегодня я очень доволен и улетворен то, что государство поняло, что без Арктики Россия жить не может. А насколько мы основательно сейчас вернулись в Арктику? Ну, мы вернулись серьезно в Арктику. Мы вернулись атомными ледоковами. Мы начали совсем недавно, я участвовал в спуске на воду, атомные ледоковы Арктика. Это новое поколение, которых вышло. Значит, еще два ледокова на стапелях, которые мы, атомных. Три дизель-электрических ледокова. Это все государство принимает. Государственную комиссию. Я очень счастлив, что есть интерес к Арктике, а Красноярский край связан с ее направленностью на Крайнем Севере. Вот смотрите, но ведь не только мы же сейчас заинтересовались Арктикой. Норвегия, Канада очень сильно интересуются. Даже Китай заинтересовался Арктикой. Я могу больше, есть посол по Арктике Сингапура. Даже Сингапур, понимаете? А почему такая борьба все-таки развернулась? Да мы никому не дадим Арктику. Я думаю, тут беспокоиться нечего. Есть понимание этого вопроса. Руководство и я, как спецпредставитель президента, мы за международное сотрудничество. Но Арктику свою никому не отдадим. Поэтому я думаю, что активность началась после нашего погружения на дно Ледовитого океана. Я вот, когда мы установили российский хват на глубине 4,5 километра. В 2007-м? В 2007-м. Ровно 10 лет будет на будущий год. И канадский, особенно министр, мне высказывался. Я ему сказал, место есть. Погружайтесь. Погружайтесь. Представьте свой кленовый лист там и так далее, и так далее. Никто не погрузится. Значит, я вам могу сказать, что факторов очень много. Это же не просто выйти в точку и начинать погружаться. И это... Дело в том, что Северный полюс, на самом деле, находится только на дне Ледовитого океана. Сама точка географическая. И те, кто достигает, в том числе и вы, когда были на Северном полюсе, вы были одну минуту там. Ну, даже, может быть, и несколько секунд. Несколько секунд. Потому что лед дрифует, и вы уходите. Настоящий там, это мне еще Кустос, которым я дружил, говорил об этом, что мечта. Но есть сложности, как обратно вернуться. Но это нужно, чтобы был ледокол атомный, который может пройти в точку полюса. Ну, чтобы было экспедиционное судно. Но одно у нас было тогда. А как вообще решились? Потому что я знаю, что по вашим оценкам было то, что успешность операции оценивалась вообще в 30%. 70 на 30. 70 на 30. То есть 70 успешно, а 30 не успешно. Наоборот. Наоборот. Я говорю, в 30% успех операции. То есть 70%, что вы могли бы вернуться. Да, дело в том, что сам аппарат МИР, он в свободном плавании находится. Это не на цепи, не на канате. Он сам ориентируется в пространстве. Но вы можете представить, какое мастерство требовалось от пивота, от Соколевича, который погружался, где только не погружался. Но он не погружался там, где над тобой нету чистой воды. А здесь лед. И надо вернуться, чтобы найти эту полную. Ну, есть вопрос. Авантюра. Но без авантюрных мыслей, про считывая все, значит, не можем ли это открыть? Я знаю, что сразу после этого, после того, как вернулись обратно после погружения, после того, как вы сняли флаг, вы с президентом России связались. Да, ну я с ним... А что он вам сказал? Что Путин первый сказал? Возвращайтесь быстрее домой. Идите, говорит, в барокамеру, возвращайтесь домой. И мы... Так получилось, что нам назначили через двое суток встречу в Кремле. И мы добирались тут на перекладных через Шпицберген, на самолетах до Москвы, где нас встречали уже, и где была сразу встреча в резиденции у Вадима Вадимовича Путина. Он вообще относится, он к этим делам относится с интересом. У него такая энергетика, что это ему интересно. Вы знаете, он погружался на Вайкале, он погружался на Балтики, мы и на разные глубины, и я обеспечиваю эти погружения. Когда вы с президентом встречаетесь, вы с ним о чем разговариваете? Только о Бартике. Только? Да. А Бартике, Антартида, я тоже в Антартиде, когда на Ан-2, вы представляете, с двигателем Ан-3, 1100 километров, мы долетели с базы Ледовой до Южного полюса. Я первым делом... Не всегда радостные события. Я позвонил Вадиму Вадимовичу, что мы достигли с Южного полюса. С Южного полюса. А он сказал, возвращайтесь, ну естественно, что он может сказать. А вернуться мы не смогли, потому что у нас не могли мы запустить двигатели. На высоте там высота, а мы на заправке глушились технологически. И поэтому не всегда все счастливо. Всегда в экспедициях экстремальных бывают вопросы, которые тебе трудно было предусмотреть. Что очень важно в экспедиции экстремальной? Все предусмотреть, все риски. Иногда ты все просчитаешь, а неожиданно решения, которые осложняли... Мы не могли оторваться долго от дна в точке Северного полюса. Мы не могли понять, почему. Все рассчитано было, бавасты все были сброшены. Оказывается, мы когда шли по дну, мы поднимали Ив, который весь дно Ледовитого океана выли. И оно оседало на аппарате. И естественно, это повлияло на его возможности. Вы уже говорили о том, что Красноярский край, это, наверное, самая заинтересованная в северных решениях территория. Потому что у нас две трети Красноярского края, это территории, которые либо северные, либо приравнены к северным. Я знаю, что вы с нашим губернатором Виктором Толоконским часто пересекаетесь. Вот что обсуждаете, если речь заходит о севере края? Ну, обсуждаем, сегодня на встречах и в географическом обществе, и с полярниками, с кем я встречался, мы обсуждали о возможностях, в первую очередь, авиации. То есть без авиации крайний север жить не может. Есть вот четыреста десятки, которые поставлены на лыжи, но есть проблемы, связанные с малой авиацией. И вот эти вопросы обсуждались мы, каким-то образом, ассоциация полярников, она может этот вопрос поднимать и обращаться от имени ассоциации к тем министерствам, ведомствам, которые решают вопросы Арктики. Сегодня есть государственная комиссия. Я сам могу, вот я перед сам отъездом встретился с Рогозиным, председателем нашей комиссии, и мы договорились, что он планировал и так провести очередную встречу заседания комиссии в Красноярске. Какие, на взгляд, есть перспективы у Красноярского севера? Ну, я так понимаю, что я встречался с речниками, у них есть интерес, связанный с перевозкой грузов по трассе по Енисею. Хотя они не достигают советского периода, но есть направление, есть оживление, есть новые месторождения, приходят компании новые. Роснефть появился, УКОИЛ. Значит, это даёт и инвестиции, и соответствующие вопросы, связанные с развитием бюджета. Вы на правильном пути. У вас есть и перспективы, есть мощное экономическое развитие, и есть определённые социальные программы, которые вы решаете. В советские времена было такое, вот вы стремились на север, была романтика такая северная. В 90-е годы, в начале 2000-х, наоборот, люди уже стремились с севера уехать. Вот как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вот, как это, как раньше говорили, люди поехали на севера? Нет, ну люди уже едут. Дело в том, что сегодня, значит, есть интерес молодёжи, а я встречался с молодёжью в лагере. Хорошая молодёжь, любознательная и хочет применения своих сил. Вот мы должны помочь. В этом я тоже вижу роль и общественных организаций. Помочь молодёжи найти своё место на Крайнем Севере. А потребность в этом есть. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Хорошо. Мы сегодня беседовали с полярником, политиком, героем Советского Союза, героем России Артуром Челенгаровым. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова